Всем добрый вечер! Сегодня у нас такая довольно-таки уже забитая тема в интернете. Это эпоха Водолея, и как нам в эту эпоху жить вообще, что она делает, как она на нас влияет. Ну вот, все, что с этим связано. Ну вот, Земля вошла в эпоху Водолея. То есть, что это значит? Это значит, что Солнце встает в солнцестояние Водолея. То есть, у нас прошла эпоха Рыб, и началась эпоха Водолея. Ну, ничего бы, собственно, от этого бы не случилось, если бы не изменилась энергетика, которая идет из центра галактики на нашу Солнечную систему. И действительно, энергии сейчас идут совершенно другие. Они поменялись. И вот еще тоже интересный факт такой, что Солнечная система, она вошла в водородное облако. Вот, само водородное облако, оно как бы усиливает энергетику, которая идет из центра галактики. И, естественно, вибрации меняются. Но, естественно, при смене вибрации, то есть, определенные энергии, новые энергии идут на Землю, и на это реагируют все живые существа, живущие на планете Земля. Не только люди, но и растения, животные, и микробы, амебы, и все прочее, простейшее. И, естественно, те, которые не могут приспособиться к этим энергиям, они начинают вымирать. Те существа, которые могут приспособиться к этим энергиям, ну, вот, они как бы входят в новую эру, немножко видоизменяясь, немножко мутируя. То есть, ну, сам процесс приспособления, да, мутация. Ну, и, соответственно, люди тоже, они должны как-то приспособиться. Те, которые не могут приспособиться, они начинают болеть, потому что, ну, организм не готов выдержать эти новые энергии, вот, и они начинают болеть, ну, и уходят потихоньку те люди, которые приспособиться не могут. Естественно, новое поколение, которое только рождается, вот, как раз уже в новых энергиях, оно очень легко адаптируется к этим энергиям, ну, фактически садаптировалось. То есть, уже, как бы, оно зачинается в новых энергиях, поэтому здесь адаптация, как бы, нормально идет. Вот, ну, а те люди, которые, вот, скажем, ну, вот, типа, вот, мое поколение, мы родились немножко, вот, еще в эпоху рыб, там другие энергии были. Ну, вот, нам приходится приспосабливаться к этим энергиям, да, кто вот не успел приспособиться, ну, говорят, кто не успел, тот опоздал, да. Вот, то есть, это вот то, что касается тех физических явлений, которые реально происходят в мире, да, вот эти энергии, радиации и так далее. Ну, естественно, человек живет не только физическим телом, да, он живет еще какие-то тонкоматериальными вещами, скажем, у него есть там и астральное тело, там, несколько астральных тел, ментальные тела и так далее. То есть, поскольку энергетика меняется, и она воздействует на физическое тело, это опосредованно влияет и на более тонкие тела человеческой структуры, да, человеческих, вот этих, энергоинформационной структуры человеческой. Ну, вот здесь вот именно такой процесс происходит. Теперь, очень тоже очень важный момент, важный аспект. А вообще, кто, как бы, переходит в эпоху водолея, да, там говорят, ну, вот темные силы, они не могут, типа, перейти, а светлые могут, да. Вот, с точки зрения физики перейти могут любые, да, как и темные, так и светлые, да. Если, так сказать, организм приспособился к новым частотам, к новым вибрациям, естественно, он переходит сюда. Если не приспособился, ну, значит, он уходит. То есть, вот этот вот момент очень важный. А теперь тоже момент, говорят сейчас, новое сознание, люди пробуждаются, вот эти энергии их пробуждают, они становятся пробужденными. Ну, я бы сказал на это немножко по-другому. Действительно, вибрации каким-то образом влияют на человеческое сознание. Человеческое сознание входит такое в некоторое неустойчивое состояние, скажем, потому что вначале были одни вибрации. Человеческое сознание ловило от тонких планов и физического тела вначале одни вибрации, а теперь ловит другие вибрации. Естественно, оно в некотором замешательстве к тому комфортному состоянию, к которому, скажем, большинство людей привыкло. Все течет, все меняется, не спеша, потихоньку. Вот. А тут вот вдруг что-то их будоражит, да. Какие-то эмоции возникают непонятные, непонятно откуда. Вот этот момент вот работает. И здесь вот в этот момент как раз может как бы сознание задумываться, а что такое случилось, а что такое произошло, да. А почему это вот все было хорошо, тихо, спокойно, а сейчас вот таких много эмоций, много взрывов и так далее. То есть здесь действительно сознание, когда начинает задумываться, оно может пробудиться. Но может и не пробудиться. А почему не пробудиться? Если человек быстро адаптируется, он привык жить спокойной, размеренной жизнью, его все устраивает, его тело садаптировалось, так он будет дальше так же спать, как спал. То есть пробуждения сознания, ну, априори не будет. То есть пробуждаться будут только те, у которых сознание будет реагировать на вот эти вот вибрации непонятные, да. Это как бы первый момент. А второй момент, скажем, вновь рожденные в новых вибрациях, естественно, они могут быть как пробужденными, если там пришло, скажем, человеческое сознание довольно-таки высокого уровня, да, человек пришел в эту жизнь. Но если он пришел низкого уровня, ну, я имею в виду ментально низкого уровня, да, сознание не развито, ну, он такой будет, как амеба. То есть вот здесь тоже такой момент по поводу пробуждения. Люди пробуждаются, я бы сказал, нужно быть очень аккуратным. Вот, пробуждаются именно те, которых будоражат, да. Вот когда вы какое-то сознание постоянно вот так дергаете, да, какое-то существо, оно начинает суетиться. А что не так? Почему меня дергают? Все остальные будут спать. И как спали, так и будут спать. Поэтому вот это неправильный подход к тому, что все сейчас пробуждаются, время пробуждения пробуждаются только те, которых дергают. Вот, теперь второй момент, очень важный для нас всех, потому что, ну, я не говорю те, кто уже родился в этих вибрациях, а мы, большинство же, мы родились в старых вибрациях. Нам нужно садаптироваться, нам, в общем-то, нам тяжело в этих новых вибрациях, нам надо адаптироваться вот к этим новым вибрациям, к этим энергиям. Поэтому мы должны применять какие-то технологии, да, технологии адаптации. Ну, в первую очередь, на энергетическом уровне. Ну, в общем-то, отчасти вот ту школу, которую мы проводили, да, с ТВТ-экстра по энергетике, она как бы направлена, и которую будем еще проводить, вторую часть мы сейчас готовим, она как раз направлена на то, чтобы люди, ну, которые на школе, тем более, которые занимаются вот этими энергетическими практиками, они могли не только садаптироваться, но использовать эти энергии новые, да, для своих каких-то более высоких задач, да, ну, для самосовершенствования, и, естественно, поскольку на новых энергиях можно, как бы, сделать скачок на новый уровень, если вы еще умеете не только адаптироваться, но их еще использовать. То есть, вот, как бы, цель у нас, одна из целей нашей вот этой практики, нашей такой работы, да, школы нашей, да, она, как бы, преследует этот момент. Ну, естественно, здесь побочные цели, это, так сказать, здоровье, естественно, это получение информации, это межличностные отношения, это взаимодействие с окружающим миром, но это опосредованно. Вот у нас первый курс был, ну, вот тут я смотрю, практически все сидят с первого курса, он такой больше подготовительный был. Второй курс я буду давать сплошные практики, там уже теории будет мало, будем, просто методики буду давать, и вы будете с ними работать. Вот, то есть, второй курс, вот сейчас вот мы готовим тут рисунки всякие, потому что на пальцах это объяснять сложно. Вот, то есть, вот таким образом, как бы, мы с вами входим в эпоху водолея, вот в эти новые энергии. Они, кстати, не так давно, вот эти вибрации пошли, я их ощущал где-то примерно после 12-го года, то есть, где-то последние, там, 8 лет, но в 12-м году они еще не настолько были активны, они вот где-то последние 3 года достаточно мощно уже работают, вот, то есть, вот, как бы, имеется в виду эпоха водолея, чем она, как бы, опасна и чем она хороша, да, для кого-то она действительно не очень хороша, а для кого-то хороша. И это период смены эпох, но поскольку, так сказать, меняется энергетика, меняются эпохи, да, меняется человек, да, в энергетическом плане меняется человек, в вибрационном плане меняется в физическом плане. Вот это, как бы, аспект вот этой новой эпохи, которая, в общем, потихонечку начинается, началась, да, вот, но здесь еще есть отдельные очень важные моменты, что человеку, мало того, что ему приходится адаптироваться к этим космическим энергиям, ему приходится адаптироваться к той среде, которую меняет сам человек, то есть, сейчас огромное количество техногенных, скажем, воздействий оказывается на человека, люди сами их придумывают, сами воздействуют на себя, да, и вот эти техногенные воздействия, как радиочастотные, химические, там, бактерологические различные, вирусные и так далее, они тоже, как бы, мешают нам достаточно хорошо адаптироваться и переходить в новые частоты, в новые энергии. Поэтому вот здесь вот этот момент тоже очень важный, если вы работаете со своей энергетикой, работаете со своим сознанием, со своим физическим телом, а с физическим телом надо обязательно работать, потому что физическое тело – это основа, в общем-то, это та платформа, на которой все остальные тела существуют. То есть, физическое тело развалится, и вы не сможете работать в остальных телах. Ну, это очень сложно, это только, наверное, мог там Румакришна, да, вот, сидеть в глубокой медитации, когда у него там больное тело было, уходил от боли, вот, в глубокое медитативное состояние, ну, это только исключение, таких людей очень мало, на самом деле. А в большинстве своем, ну, мы, люди, такие вещи не умеем делать, да, это очень большие наработки по прошлым жизням. Поэтому наша задача именно вот и физическое тело тоже поддерживать на этом уровне, да, на достаточно здоровом. То есть, правильное питание, правильная физкультура, какие-то физические упражнения, правильное дыхание и правильный режим дня. То есть, вот, как бы, что, как бы, такой вот объем по поводу эпохи Водолея. Ну, что, какие вопросы у вас? Ну, можете на другие темы спрашивать, конечно. Действительно, вот в эпоху, ну, вот в новую эпоху, скажем, в новых энергиях, значит, смотрите, вот пара, мужчина, женщина, да, они живут, скажем, все стабильно вокруг, ничего не меняется, да, они сонастроены друг на друга, у них брак стабильный, да. А потом какие-то происходят изменения в окружающей среде. Ну, под окружающей средой я подразумеваю многоплановость, да, многоплановость. То есть, это и физические планы, это энергетический план, ментальный план и так далее. И, скажем, один из партнеров, он начинает подстраиваться под изменяющуюся окружающую среду. То есть, он начинает менять свою энергетику, а другой не успевает или не хочет. То есть, такой тоже вариант возможен. Если он не хочет, то их вибрации, которые совпадали, они начинают уходить. Там, скажем, вот тот, кто подстраивается, они уходят, ну, вверх или там вниз, какая разница, да. То есть, частоты начинают не совпадать. А не совпадают частоты, у них каналы коммуникации энергоинформационные, они перестают действовать, они обрубаются. Но это все равно, что приемник подстроит на другую частоту, а передатчик у вас остался на той же, которая была. Естественно, вы не слышите ту станцию, которую до этого вы слышали. То есть, вот идет рассонастройка. Это как бы в плане энергетическом. То есть, у вас отрубается энергоинформационный обмен между партнером. Вот, второй момент. Ну, хорошо, допустим, у вас начинается рассогласование в энергоинформационном плане. Но оба партнера это понимают. И тогда, кто отстает, он начинает стараться подстроиться под партнершу или под партнера по частотам. То есть, они вместе начинают какие-то практики делать, повышать свои частоты на всех планах. И тогда они вместе идут уже вверх. То есть, у них вот эти настройки нету, она теряется. В общем-то, это основная причина. Но есть и другие, конечно, причины. Есть, скажем, не только зависящие от окружающей среды. Есть кармические причины. Но по кармическим причинам, то есть, причинно-следственным связям, это происходит, скажем, в любую эпоху. Не только в смене энергетик внешних. Просто внешние энергетики, они могут подтолкнуть вот эти кармические причины. То есть, активировать карму, по сути. То есть, всплеск может активировать карму. И между партнерами начинаются их, скажем, кармические разборки и так далее. Потому что партнеры обычно объединяются. Ну вот из моей статистики, там 90% примерно партнеров. Ну, первое, скажем, соединение, не второй брак, а первый брак, имеется в виду, как правило, больше по негативной карме. То есть, стаскивают партнеров, и они начинают взаимодействовать. Потом включается негативная карма, начинаются семейные разборки. То есть, они начинают перемалывать вот эту негативную карму. Если они оба понимают, что это, ну, надо это с этим разбираться, то они спокойно проходят эту карму, нейтрализуют, и потом семья уже гармонично развивается уже в последующий период жизни, да, семьи. А если они не понимают, то обычно начинается ругань, и они разбегаются в разные стороны. Но здесь еще, конечно, играет очень большую роль это желание обоих партнеров, сонастройки друг на друга, и вот иметь семью вот как бы гармоничную. Потому что часто браки заключаются не потому, что люди думают, что да, вот создам семью, там будут дети, будет все гармония, будем вместе совершенствоваться, идти по жизни, да. Нет, браки, причин очень много браков. Бывает там, ох, я влюбился, я влюбилась, хочу жить с этим человеком, да. Вот. А потом выясняется, что ничего общего нет у них. Через какое-то время, когда уже пожили чуть-чуть, они и не понимают друг друга, ну, чувства остыли, да. Эмоции остыли, но они разбежались, да. Вот такое тоже бывает, поэтому причин, конечно, тут много, но, так сказать, вот то, что смена энергетик, да, она подталкивает, она активирует карму и подталкивает вот к разбеганию людей. Ну, на самом деле, это естественно, это нормально, то есть идет тоже тут работают законы эволюции, на самом деле, да, как в природе, да, самки выбирают наиболее сильного самца, да, то есть тот, который не больной, да, то есть у которого энергии сильные, да, и самец выбирает сильную самку, да, то есть они поднялись по энергетике, да, и они соединились. А если кто-то там по энергетике упал, да, ну, все, он вышел из обоймы, да, вот этого, скажем, стада, прайда и так далее. Тут то же самое, только человек более сложное существо, да, чем животное. Мы живем большими планами, у нас еще интеллектуальный план есть, да, у нас эмоциональный план, хотя у животных тоже есть эмоции, вот, и поэтому нам, мы как бы по большим планам взаимодействуем друг с другом. Ну, есть семьи, которые, например, на животном плане только взаимодействуют, я таких много знаю, и хорошо живут, между прочим, да, хорошо живут. Здесь еще один важный момент, один важный момент, но это уже я давно замечаю, то есть, ну, поскольку я всю жизнь занимаюсь вот этими практиками, общаюсь с людьми, которые занимаются практиками, обычно, если в семье один из супругов начинает заниматься какими-то духовными практиками, серьезно, начинает менять себя, а второй продолжает жить той жизнью, в которой он живет, то через какое-то время, ну, обычно проходит несколько лет, там, года три, от трех до пяти, иногда до семи лет, вот, через какое-то время партнер поднимается выше другого, если они друг друга не принимают, они разбегаются, такой тоже вариант есть, это не обязательно смена энергии, но смена энергии, они подталкивают, конечно, к более обостренным вот этим событийным вещам, они как бы подталкивают, поэтому это, да, есть такой момент, сейчас, к сожалению, да, браки разваливаются, но еще событийный уровень тоже, поскольку, скажем, вот, в прошлом году очень много браков развалилось, очень много, потому что все сидели на карантине, все сидели дома, и терлись бок о бок, когда супруги трутся бок о бок в течение 24 часов, ну, они высекают уже искры более сильные, если они встречаются только, скажем, по выходным и вечером после работы, да, здесь идет высечение больших искр, и, как бы, карма больше реализуется, поэтому тоже здесь развал, возможно, семей, да, это нормально, нормальный процесс. А кто бы мог предположить, что так будет, с точки зрения, если бы спросили психолога, психологи бы сказали, что будет много разводов, и попали бы в точку по поводу карантина, я имею в виду. А вот по поводу молодого поколения, по поводу детей, здесь действует несколько факторов на детей, то есть первый фактор – это та среда, в которую попадает ребенок, это семья в первую очередь, да, а если родители, скажем, ну, хотят для своего ребенка, скажем, добра, да, то они создают определенные условия в семье, да, создают среду, да, в которой этот ребенок может наиболее лучшим образом проявить свои позитивные качества, скажем, ну, если у ребенка способности, я не знаю, там, к музыке, они ему создают среду, что он мог где-то учиться музыке, да, ну, пусть там потихонечку, если условно у него к математике способности, они обеспечивают ему возможность решать какие-то, ну, дополнительные задачи, то есть его, как бы, направляют, да, вот, это вот, как бы, один момент, что касается семьи, а теперь возьмем случай, когда, ну, ребенок в семье растет, как трава, скажем, да, ну, так им занимаются по мере времени, по мере возможности, родители же все-таки работают, тоже не забывайте этот момент, но ребенка в детский сад отдают, там, и так далее, и вот здесь уже начинает действовать социальная среда на ребенка, то есть те вибрации, которые идут, они идут, но социальная среда, она действует определенным образом, и вот это увлечение повальное вот этими гаджетами, да, компьютерными играми, они на ребенка действуют определенным образом, но игры ничего плохого в игре нету, потому что любая игра, если она достаточно интеллектуальная, она развивает, но есть и тупые игры такие, совершенно тупые, вот, это, как бы, первый момент воздействия, естественно, это действует на сознание ребенка определенным образом, то есть есть игры, которые негативно действуют на сознание ребенка, вот, и чем еще опасны, скажем, вот эти все интернет, интернет, скажем, ну, не сайты, а сейчас вот контенты называются, да, интернет-контенты, социальные сети, что они развивают в детях клиповое мышление, то есть фрагментарное мышление дети не строят логических связей между событиями, то есть они ловят ответ, да, ловят ответ, ловят ответ, они логически не учатся мыслить, скажем, это вот второй момент очень важный, когда ребенка не учат думать, если ребенок не, его среда не учит думать, он тогда просто воспринимает мир, то есть реагирует на мир, как вот амеба, а зачем думать, когда тебе и так ответы приходят из окружающего мира, то есть, а если ребенка не учат думать, у него не развиваются мыслительные процессы, то есть это уже, и, к сожалению, школа современная, она больше пичкает знаниями ребенка, то есть информация, огромное количество предметов существует в школе, ненужных совершенно предметов, которые, в общем, загружают память, но не перегружают память ребенка, вот это огромное количество информации, причем информация, она тоже фрагментарная, там нет логики, то есть ребенок не может провести логические цепочки, ему просто навязывают какие-то логические цепочки, готовые, не заставляя его думать, вот, это второе такое, вторая беда, но это уже беда образования современного, к сожалению, мы пошли по западному образованию, да, а западное образование, оно уже давно в тупике, вот, ну, и мы за ним так благополучно следуем, к сожалению, да, вот, а поэтому логических цепочек нет, ребенок мало думает, он только воспринимает информацию, эмоционирует, если нет мыслительной деятельности, ребенок не развивается, то есть он не связывает, нет логически, то есть он не развивается, ну, наверное, такие дети удобны, скажем, обществу современному, им дают что делать, он делает, ну, как биоробот, я думаю, что цель такая, в принципе, вот, но это беда, почему, потому что, скажем, если общество будет идти по этому пути, то в конечном итоге оно начнет деградировать, потому что, если нет детей, которые с развитым мышлением, которые строят логические связи, значит, не будет изобретений, не будет прогресса, и цивилизация пойдет в коллапс, то есть развитие должно быть, ну, опять, это мое видение, да, кто-то может не согласиться, даже если гениальный ребенок рождается в семье, то есть он пришел из прошлой жизни уже вот с таким багажом знаний и прочее, то есть ему среда просто не даст проявить свои способности, свои таланты и так далее, то есть это вот еще один момент, а почему дети как бы не такие вот умные, скажем, нет, есть умные дети, как бы они встречаются, вот, третий момент, это неправильное питание, ну, увы, оно действует на мозги, да, неправильный образ жизни, то есть дети вот сидят за уроками там до 12, до пол первой ночи, утром встают никакие, то есть они не высыпаются, естественно, у них голова плохо работает, это тоже еще угнетает растущий организм, и растущий организм должен получать правильное питание, правильное дыхание, дышать чистым воздухом все-таки, да, незагазованным, и все-таки отдыхать, вот, то есть вот эти моменты, они должны быть, то есть если этого нету, то организм ребенка, он просто не может получить весь потенциал в процессе роста, который он имеет, ну, и плюс вот эти ложные отвлечения ребенка от истинных его задач, скажем, получения знаний, развития его, не только физического, но и интеллектуального, но и духовного уже, духовное развитие вообще у нас в нуле, вот, к сожалению, во всем мире в нуле, не только в России, вот, к сожалению, да, и здесь основное влияние только осталось уповать на семью, то есть если семья даст что-то ребенку, тогда, да, ребенок что-то получит, если семья не даст, социум не заинтересован, скажем так, да, но я всегда говорю, социум не заинтересован в нашем развитии, не только детей, но и взрослых, да, не заинтересован в нашем совершенствовании, поэтому вы можете только сами себя совершенствовать, никто вам помогать, и социум не собирается, да, ну, если там какие-то энтузиасты, которые готовы поделиться знаниями своими, все. Продолжение следует...